Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Для библейского портала экзегет продолжаем читать книгу Иисуса Новина. На очереди 22 глава. 22 глава повествует о так называемом жертвеннике свидетельства. Что же это за жертвенник свидетельства и какова история с ним связанная, мы об этом сейчас прочтем. Тогда, то есть когда вся земля была распределена и даже были определены города для обитания левитов, весь Израиль после завершения войны успокоился, стал жить в обетованной земле. Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Моносина и сказал им. Это те воины, которые ходили вместе с остальными коленами захватывать Хананскую землю. Семьи свои они оставили дома в Зайордане, скот свой оставили там тоже в Зайорданских загонах, а сами вместе со своими братьями другими девятью коленами с половиной в общем войске Иисуса Новина участвовали в захвате Хананской земли. И вот теперь наступает время им возвратиться обратно, обратно в Зайордане. И Иисус говорит им. Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов Моих во всем, что я приказывал вам. А каковы были эти приказания Моисея и Иисуса Новина? Эти приказания состояли в том, что эти воины двух с половиной колен Зайорданских должны вместе с другими коленами захватывать Ханан. И вот Ханан захвачен, и теперь эти колена могут воротиться во Свояси. Вы, продолжает Иисус свою речь, обращенную к Рувиму Гаду и Менаше, вы не оставляли братьев своих продолжений многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога вашего. Ныне Господь Бог ваш успокоил братьев ваших, как говорил им. Итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Иисус и они, его собеседники, находятся уже по эту сторону Иордана, то есть на запад от реки Иордан в обетованной земле. А возвратиться Рувим, Рувен, Гад и половина колена Моносии должны в свою землю, ту, которую дал им Моисей. Моисей в свое время распределил территории Зайордания для двух с половиной колен. Остальные девять с половиной колен получили территорию и города, если говорить о Левитах, по эту сторону Иордана. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашей. Интересная здесь актуализация знаменитого Шма Исраэль, содержащегося в шестой главе книги Второзакония. Здесь почти буквально повторяется то, что сказано там, в этом израильском своего рода символе веры. Шма Исраэль, Адонай Элухейну, Адонай Эхад. И там сказано, и люби Бога всем сердцем, всею крепостью и так далее. И вот здесь повторяется то, что было сказано в книге Второзакония. Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим. Разошлись они. Они переправились обратно через реку Иордан к своим шатрам за Иордане. Одной половине колена Моносии надал Моисей удел в Асане, а другой половине его дал Иисус удел с братьями его по эту сторону Иордана к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их, то сказал им, «С великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью и железом, и с великим множеством одежд. Разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими». Реувен, Гад и половина колена Менаше должны поделиться трофеями военной добычи, захваченной у хананеев, с теми, кто с ними на войну не ходил. Или был молод, или уже слишком стар, или по немощи не отправился с ними воевать. Или чье сердце не было столь мужественным, как сердца их братьев. И дальше повествуется о том, что эти два с половиной колена возвратились, и пошли сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Манасина от сынов Израилевых из Силома, который в земле Ханаанской, главный религиозный центр Израиля, находился в Шило, в синодальном переводе, называемом Силом. Там стояла Скиния, там был жертвенник, и там состоялась эта беседа Иисуса с представителями колена Рувима, Гады и Манасии, и оттуда он их отпустил. И вот они из этой земли Ханаанской, естественной границей, которой служит река Иордан, они из Ханаана идут в За-Иорданье, чтобы идти в землю Галаад, в землю владения, которую получили во владение по повелению Господню через Моисея. И вот они вернулись. И в 10 стихе мы читаем. «Пришедшие в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манасиина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду». Вот это произвело очень сильное впечатление на Иисуса и на тех, кто остался там в земле Ханаанской. «И услышали сыны Израилевы, что говорят, вот, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манасиина соорудили жертвенник на земле Ханаанской в окрестностях Иордана, насупротив сынов Израилевых». Не хотят ли эти колена отделиться? Не является ли это знаком сепаратизма двух с половиной колен? «Когда услышали сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в селом, в Шило, там, где Скиния, там, где главный культовый центр Израиля, там, где Иисус Новин. Для чего они собрались? Чтобы идти против них войною». Должна была разгореться гражданская война. «Война девяти с половиной колен против двух с половиной колен». Их заподозрили, эти два с половиной колена, в сепаратизме, и в религиозном сепаратизме, и в политическом. «Впрочем, сыны Израилевы послали к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манасиина в землю Галаадскую Финиеса, сына Элиазара, священника. Этот Пенхас, так его звали, он был сыном Элиазара, и он же после Элиазара наследовал первосвященство. Он будет потом, впоследствии, по смерти Элиазара, первосвященника, сам Пенхас, Финиес синодального перевода, будет первосвященником. И вот посылают туда, а не схизматики ли они эти два с половиной колена? Почему это они жертвенник самовольно себе там соорудили? И с ним, с Пенхасом, 14 стих, десять начальников по начальнику поколения от всех колен Израилевых. Каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых. «И пришли они к сынам Рувимовым, к сынам Гадовым и к половине колена Манасиина в землю Галаад, и говорили им и сказали, так говорит все общество Господне. Что это за преступление сделали вы пред Богом Израилевым, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и поставив ныне против Господа?» Сразу же за рекой Ордан, на восточном берегу реки Ордан, они из камней соорудили этот жертвенник, который возбудил ревность по Боге других колен Израилевых. Заподозрили израильтяне своих братьев в сепаратизме и в схизме. «Разве мало для нас беззакония Фигорова, от которого мы не очистились до сего дня, и за которое поражено было общество Господне?» Здесь вспоминается история, описанная в книге чисел, где Израиль согрешил, принеся жертву Ваалу, Ваалфигору, как сказано, Ваалпиору еврейского текста, как сказано в книге чисел. Особый какой-то тип Ваала, Ваалпиор. «И вы, а вы отступаете сегодня от Господа, сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израилева». Вот это подозревают и в грехе, в грехе схизмы. И за что, как они предполагают, израильтяне, уже не раз было, Господь отступит от Израиля, не будет больше благословлять свой народ, и неприятели его одолеют. Таким образом, эти два с половиной колена могут навести своей схизмой проклятие на весь Израиль, неблаговоление Господне. Дальше продолжают речь посланники во главе с Пенхасом, сыном первосвященника. «Если же земля вашего владения кажется вам нечистою...» Зачем вы поставили жертвенник единому Богу? Может быть, она кажется вам нечистой, эта земля? Тогда, если вы так считаете, говорят они, «то перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня». Земля Господня, она там, на запад от Иордана, а не здесь, где два с половиной колена. «И возьмите удел среди нас, но не восставайте против Господа. И против нас не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа, Бога нашего». Культ, согласно второзаконнической истории, отражаемый также в книге Иисуса Новина, должен был быть централизованным. Сначала это шило, впоследствии будет Ярушалаем. Там единый культовый центр, и только там должно быть сооружено святилище. Сначала шило, переносной мешкан, переносной храм, а потом в Ярушалаеме. Никакие другие жертвенники, согласно идеологии второзакония и священной истории, отражаемой в так называемых исторических книгах, следующих за второзаконием, они не легитимны другие жертвенники. Только единый жертвенник, в данном случае жертвенник, который вшило. А сооружение других жертвенников рассматривается как бунт против Бога. Далее задается риторический вопрос посланниками во главе с сыном первосвященника Пенхасом. Они вопрошают два с половиной колена. «Не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого? А гнев был на все общество Израилева?» Седьмая глава книги «Иисус Новина» повествует об этом грехе Ахана или грехе Ахара, как по версии септуагинты. «Не один он умер за беззаконие». То есть и мы умрем, говорят они. Вы согрешите, а нас ждет гнев Господень и наказание смертью за это. Вот таким образом предъявили им обвинение в сепаратизме и в схизме. Что же отвечают два с половиной колена посланникам Иисуса Новина и Елиазара? Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Моносина в ответ говорили начальникам тысяч Израилевых. «Бог богов Господь! Бог богов Господь!» Дважды повторяют. Как бы клятва звучит. «Он знает, и Израиль да знает. Если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас в сей день». Да не пощадит нас, говорит сам Господь в этот день. Их оправдательная речь продолжается. «Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет сам Господь. Но мы сделали сие по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам, что вам до Господа Бога Израилева». То есть, дескать, вы за Иорданом и живите себе за Иорданом. «Не ходите к нам сюда, на этот берег реки Иордана, не ходите ни в Шило, ни в Ирушалаем, приносить жертвы в нашем святилище». «Нет», — говорят они. Ну и дальше их оправдательная речь продолжается, и они доказывают, что этот жертвенник, который они соорудили, не для жертвоприношений, это лишь макет жертвенника, это лишь мемориал того жертвенника, который находится в данном случае в Шило. «Господь поставил пределы между нами и вами, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и Ордан. Нет вам счастья в Господе». Так могут говорить остальные израильтяне им. Они как бы предполагают эти два с половиной колена, что такие речи у потомков могут звучать. «Таким образом, ваши сыны, то есть сыны девяти с половиной колен, не допустили бы наших сынов чтить Господа, совершать богослужение в Шило, а впоследствии в Иерусалиме, там, где находится единственный легитимный, с точки зрения дефтерономической, второзаконической истории, жертвенник Господу. Поэтому, говорят они, мы сказали, соорудим себе жертвенник не для всесожжений и не для жертв, но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими, благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали «Ваши сыны, сынам нашим, нет вам части в Господе». То есть, придут новые поколения и будут препятствовать, допустим, потомкам Рувима, Гады и Менаше, Менаше ходить в Иерусалим в будущих веках, приносить жертвы. Тогда они скажут, вот, у нас макет того жертвенника, пред которым мы должны приносить жертвы у вас. Так, смотрите, мы имеем на это право. В напоминании и нам, и вам сооружен этот мемориальный жертвенник, макет того подлинного жертвенника. Мы говорили, если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем, «Видите подобие жертвенника Господа, который сделали отцы наши не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами». Говорят два с половиной колена, «Да не будет этого, чтобы восстать против Господа и отступить ныне от Господа». Соорудить жертвенник для жертвоприношений – это бунт, восстание против Господа. Но в данном случае об этом речь не идет. Жертвенник сооружен не для всесожжений, а для напоминаний. «Да не будет того, чтобы соорудить жертвенник для всесожжения, для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который предскинью его. В Силоме, в Шило, там, где Иисус Новин и где Элеазар, первосвященник». Вот такая речь, оправдательная речь, была произнесена представителями двух с половиной заорданских колен, предпосланниками Иисуса Новина и Элеазара. Что же отвечает глава делегации, священник Пинхас? Он говорит, мы читаем в тридцатом стихе, «Пинхас, священник, начальник общества, и головы тысяч Израилевых, то есть головы, главы, которые были с ним, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы, сыны Гадовы и сыны Моносины, одобрили их, успокоились они. Вовсе не со злым умыслом сооружен был этот жертвенник, а с добрым намерением». И сказал Финиес, Пинхас еврейского текста, «сын Элеазара, священник, сынам Рувимовым и сынам Гадовым, и сынам Моносиным, сегодня мы узнали, что Господь среди нас, среди всех двенадцати колен, включая заорданские, что вы не сделали пред Господом преступления сего, теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней». Ну, а себя избавили от мщения, от гражданской войны. Что же происходит дальше? «И возвратился Пинхас, сын Элеазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых в землю Ханаанскую к сынам Израилевым, и принесли им ответ». Здесь земля, в которую они возвратились, называется Кнаан, земля Ханаанская, хотя впоследствии она будет называться по имени того народа, который на ней поселился, землей Израиля, Эрец и Израиль. «И сыны Израилевы одобрили это», услышав отчет посланцев, «одобрили и благословили сыны Израилевы Бога, и отложили идти против них войною, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовы. «И назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы жертвенник Эд». Эд – Айндалет, слово, состоящее из двух букв, переводится на русский язык «свидетель». Может быть, свидетелем человек, а вот здесь свидетель – неживой предмет, жертвенник. Назвали его Эд, потому что, сказали они, «Он свидетель, Эд, между нами, что Господь есть Бог наш». Господь, который вывел Израиля из Египта, который водил его по пустыне, который дал ему закон и заповеди на Синайской горе, который ввел Израиля в обетованную им, патриархам и правоцам когда-то, землю, дал ее им в наследие, этот Господь, он единый для всех двенадцати колен, а точнее сказать тринадцати, потому что колено Иосифа, оно разделяется на два колена – на колено Эфраима и на колено Менаше. Основная идея этого рассказа о сооружении в Зайордании мемориального жертвенника состоит в том, что единому Богу можно приносить жертвы на одном единственном легитимном жертвеннике. Этим жертвенником является тот, который был сооружен еще во время странствования по пустыне и который вместе с Израилем перешел через Иордан и в настоящее время, в то время, когда действовали Иисус на вин, первосвященник Илеазар находится в Шило, в Силоме, как сказано в синодальном переводе, в еврейском тексте, этот топоним называется Шило. Вот только там может быть жертвенник единому Богу. Так свидетельствует книга Второзакония, так говорит дефтерономическая история, рассматривающая все другие жертвенники, включая жертвенники на высотах, как нелегитимные. Но окончательно централизация культа в Иерусалиме будет достигнута лишь через много-много веков спустя после этих событий при великом святом царе-реформаторе Иосии в VI до Рождества Христова веке. Только тогда будут уничтожены и разрушены все жертвенники, сооружаемые на высотах. И высоты будут разгромлены, и жертвенники разбиты. Один-единственный алтарь, свидетельствующий о единстве Бога. Один Бог, один алтарь, и один легитимный культ должен быть в Израиле. Так учит книга «Второзаконие», так учит второзаконническая историография, отражаемая в книгах Иисуса Новина, в книге Судей, в книгах Царств. Но пройдут долгие века, пока эта истина утвердится в сознании израильтян. Мы прочитали эту интереснейшую 22 главу. Запись делается для библейского портала exeget.ru. Продолжение следует...